Друзья, метаболизм это совокупность реакции синтеза и распада веществ. Распад веществ осуществляется с целью получения энергии. Энергия образуется в виде АТФ. Есть два способа получения энергии. Это дыхание и брожение. В данном видео мы поговорим о брожении. Этот процесс эволюционным считается самым первым процессом получения энергии. Он происходит в два наэробных условиях, то есть бескислородных. Когда-то давным-давно на нашей планете не было кислорода и живые организмы при помощи брожения получали энергию. Максимальное количество АТФ, которое можно получить в результате данного процесса, это две. Что же он собой представляет? Если мы будем вспоминать процесс энергетического обмена дыхания, то вспомним, что там есть три этапа. Подготовительные, этап, бескислородный этап и кислородный этап. Вот бескислородный этап, там глюкоза разлагается на перво виноградную кислоту. В брожении тоже глюкоза разлагается на перво виноградную кислоту, но дальше перво виноградная кислота у нас разлагается и образуется молочная кислота или этиловый спирт или уксусная кислота. Формулы вы видите на экране, их необходимо запомнить. Продолжение следует...